Короче, вроде бы я нашла хорошее место для того, чтобы отойти к день рождения. Конечно, цены адские, я не знаю вообще. Окей. Но прикол в том, что... У меня сейчас просто ощущение, что меня никого приглашают, что у меня вообще нет друзей. Короче, вообще, я так немного сейчас не чувствую. Сегодня в свой день была дома, и я вышла вот так хорошо на улице. Хотя, когда я открывала форточку, я чувствую запах какой-то, ну, воздух какого-то странного запаха. И я это до сих пор чувствую, как будто не знаю, что-то пролилось в городе. И этим сейчас пахнет. Очень странно. Короче, у меня будет занятие по близкому где-нибудь. Но я сегодня вообще не была, не уходила в 2 часа, считайте, встала. Потом решала, решала, глаза, конечно, забились. А вот вообще на свежем воздухе очень хорошо. Я прям вот дышу, очень все хорошо. Я думаю, что это интересно, что это в курсе. Наши друзья. Это твоя подружка. Сами, Саня, слушай, наша подружка. Я? Да. Да. Да? Да. Когда мы с вчера выходим на Россию? Мы всю неделю ходим. Гулять. Куда тебе? Гулять? Иди там в ресторан. К шейхам. Отвези меня к шейху. Я говорю, я позову ее, а она пустит. Ну там очень много выбер-платик, очень. То есть можно будет просто позаходить. Ну очень весело, а там еще по-другому. Санхай. Я уже с меня и намучилась девочке, пока искала. Попробуйте, поищите. Это просто какой-то трэш. Я забронировала свой день рождения. Я не знаю, место очень прикольное, необычное. Вот. Короче, вообще, я не знаю, я просто... Нужно все подготовить, чтобы, короче, было классно и интересно. Я не знаю, я просто прекрасно вообще. Я очень волнуюсь, переживаюсь по поводу этого всего. Это просто полнейший трэш. Потому что изначально я хотела одно, потом другое, потом третье. Я рада, что ко мне в этом году кто-то придет. Еще будет отвечать с подписчиками. Это очень классно. Ну что ж, сегодня та самая ночь, в которую мне Николас предложил выйти за него замуж. Вы сейчас все, наверное, такие думаете, блин, он, наверное, тебя так любит, да, Лена? У тебя такие глаза с ним горящие, ну, мне там в комментариях писали. А на самом деле ему просто нужно получить гражданство. Я такая думала, блин, ты чё, ты чё мне пишешь? Говорит, а мне некому больше писать. Я такая, аааа, я тебе еще заплачу 15-20 тысяч, потому что мне нужно будет жить с тобой. Я такая, думаю, вообще, так-то очень хорошо. Нашел девушку, у которой есть квартира. И в целом, да, можно потихонечку обустраивать себе жизнь. Потому что он не успеет уже найти, ну, какую-то настоящую жену, потому что у него осталось примерно полтора месяца, полтора месяца осталось, чтобы это сделать до того момента, как его депортируют из России. Очень хорошо обратиться к знакомой, у которой есть, ну, которая живет в своей квартире, потому что, ну, проблемы есть у людей, которые без гражданства, чтобы им что-то снять, какую-то даже квартиру. Ну да, я, типа, понимаю его ситуацию, такая, типа, ну, довольно-таки сложная ситуация по факту, потому что человек думал, что он будет учиться в университете, в итоге его отчисляют, и он вообще понял, что он не хочет учиться, вот, и возвращаться не хочет к себе. И, типа, очень короткие сроки, чтобы найти девушку, женщину, жену, вот. Самый главный секрет делать не из того, что, типа, вот, смотрите на меня, дайте мне внимание, дайте мне еще что-то, дайте мне денег, дайте мне еще что-то, а именно секрет в том, что когда ты делаешь из изобилия, когда из тебя прет, и ты просто это делаешь, то ты делаешь это как бы для людей. И у меня сейчас главная задача на самовстречу, ну, прийти и к людям по тысячам относиться так, что они просто золотые. Потому что Лера сказала, типа, не заморачивайся для них, они все равно тебя, то они обсирают тебя, то они любят тебя, то они ненавидят. В этом есть в целом, ну, доля правды. Но я понимаю, что я должна относиться к нему очень хорошо, я должна быть в отдающей позиции, так я и стала, типа, популярной на ютубе, потому что я начала быть из отдающей позиции. Я отключила, ну, у меня выключилось то, что, типа, я делаю для того, чтобы вы мне, там, дали внимание, чтобы вы мне поставили лайк. Я просто делала потому, что мой кувшин настолько полон, и я вообще просто настолько полна вот этими идеями для видео и так далее, что я просто вот это делала. Поэтому моя задача просто на фан-встречу, кстати, сейчас 4 часа ночи, это прийти и быть в отдающей позиции. Не то, что вы смотрите на меня, я тут такая звезда, а, типа, вот, ребята, я, вы долго просили, вы очень хотели, я сделала для вас, я хочу вам дать что-то хорошее, я хочу вам дать вот это настроение, это эмоции, я хочу для вас что-то сделать. Вот в таком вот, короче, да. Сложно быть блогером, нужно все время отдавать. Ну, смотрите, кажется, что темно. Так вот выключаем, и, типа, реально светло, я не знаю, сейчас вот смотрите, сейчас 5 утра, я думаю, что уже просто рассвет начался, потому что, ну, как бы капец, типа, реально светло. Нет, ну, простите, но это полный пипец, потому что сейчас уже вот почти 6 утра, солнце херачит просто, я не понимаю, то ли я хочу спать, то ли не хочу спать, потому что у меня вроде уставшие глаза, вроде бы у меня есть внутренняя энергия, то есть физическое тело, например, глаза очень устали, а внутри прям огонь, что-то делать, организовывать день рождения. Ну, я просто понимаю, что, ну, типа, блин, я, типа, должна была спать, а я просто не спала, я очень много переписалась с Николасом этой ночью. Вот, ну, порешила некоторые моменты, мне, короче, нужно будет, ну, по делам, короче, да, разослать себе приглашения, короче, делать анонс по поводу фан-встречи, придумать программу на день рождения, да, заказать фотографа, решить, какой будет торт, решить по поводу шаров, решить по поводу платья, решить по поводу подарков, ну, как бы заказать подарки, и вроде бы всё, это очень много всего, вот. Ну, я, как бы, сделала ночью первый шаг, написала там по тортам, по поводу шаров написала, вот, короче, нужно просто, чтобы всё это заказать, но очень волнуюсь по поводу платья, потому что найти нормальное платье, и не знаю, насколько это легко, чтобы оно и праздничное было, и красивое, прикольное, короче, я вообще не знаю, что делать, типа. 7 утра, я поняла, что я просто не могу спать, и поэтому я решила, что я буду репетировать, надеюсь, я не разбужу соседей, если не разбужу, это будет уже очень хорошо, хочу сейчас петь и танцевать, короче, репетировать все свои песни, потом, возможно, схожу погулять, и я вообще пойду в торговый центр выбирать себе платье, потому что я не знаю, что делать, и мне не хочется спать, мне нужно что-то делать, я уже говорила, какие дела по дню рождению, пока что мне не отвечают ни торты, ни шары, потому что ещё, как бы, не рабочий день, вот, ещё допридумать программу, дописать всем письма и приглашения, короче, ну, как бы, дела есть, вот, вообще, не знаю, как будут сутки, ни слова не знаю, где вообще буду сегодня, но 7 утра, let's go! Субтитры делал DimaTorzok Хорошо вдвоём Подкатываю подарки в школе за паркой, и ты набрось к меня Ловко расписала все издания, а ты знала, что на меня Теперь наяву, а не по сне, ты моим мужчиной стал, а я твоя не школьница, я школьница, жизнь школьница, моя школьница, твоя не школьница, я школьница, жизнь школьница Вообще 10 утра, вообще, как сегодня ярко, вообще, кайф лютый, я, короче, сейчас иду по делам, потом все-надеюсь, спать, посмотрюсь на магазине, пока, короче, я не знаю, куда ем 10 утра, пока в последний раз ходила, Я не помню этого. Это жесть, это гранат. Гудешь, это вообще кайф. Короче, я не знаю. Я сегодня, пока буду кидать, местное значение буду гулять, потому что это хорошее, ну, моё бюджетное вождение. Я не знаю, что я в этом районе не забываю. Я сейчас в парке немножко тут поснимала. У меня разряжается телефон. Надеюсь, там будут зарядки на франкорте. Решила сходить в блин, но я обожаю блин. Это лучшая еда. Ну, конечно, когда ими не обживёшься, когда нормально. Когда я жила в Адлере, я кушала бы с такой вот русской блин. Здесь, кстати, цены дороже, чем, допустим, в лотере у нас, в Ермоле. Но это место мне так напоминает о тех вкусах, которые там были. Ну, проще, я тут ушла. Здесь давно, если не была в Твердом центре, здесь мне уже кладка разъезжают. Это необычная. Краса, цвета, асфальт. Небо, цвета, асфальт. Небо. Променант Петербургской набережной по свежему воздуху. Сегодня был такой день просто. Я посетила несколько районов. О, байгаж, когда я вернулась сюда, я вновь почувствовала новую энергию своего района, на котором я живу. И у меня уже все разряжалось. Я не знаю, когда так давно. Ну, типа, очень много времени сегодня я не была дома. Очень много прошло. Хотя сейчас, по-моему, 6 вечера, если не ошибаюсь. Я не знаю, сколько. Почти 7 вечера я, ну, недавно обсирала в ответку аргентинца. И сегодня он лайкнул мои reels в инстаграме про то, как мы были в Вермоле. Это на конкурс вообще видео. Ну, там я не написала, что на конкурс. Просто, ну, типа, по правилам все. Хэштег и просто отметка. Вот, я подумала, что, блин, ну, несмотря на то, что он очень злой был на последний... Ну, когда мы последний раз виделись. Ай, вообще, когда последний раз вписывались, он был очень злой. Я поняла, что раз он от меня не отписывается, не отписывается в инстаграме, там, ну, я имею в виду, и не удаляет меня оттуда, не блокирует, да. И тем более еще лайкнул. Ну, я как бы знала, что он откажется, скорее всего, пойти на день рождения. И поэтому я даже не хотела приглашать. Но раз он лайкнул, я решила извиниться. Чтобы вы понимали, я редко извиняюсь за то, что я делаю. И, с одной стороны, можно подумать, за что, Лена, ты извиняешься в целом. Но я нашла, за что извиниться. Я извинилась за свое поведение. Ну, потому что, по факту, не хочется иметь что-то нехорошее между друг другом. Притом, что это просто на ровном месте. Он высосал это все. Он просто из пальца какой-то конфликт высосанный. Потому что, ну, зачем? Просто момент меня так накрыло, и я вот решила написать сообщение. И пригласить его на день рождения. Но он отказался. Ну, и все страшно. Мне надо страшно простить. Я проснулась сейчас с каким-то четким пониманием того, что я выспалась. Притом, что до этого я не спала сутки. Сегодня пришла где-то в 7.30 уснула. И сейчас по 11.00 вот где-то я проснулась. Поспала вот эти 4 часа, и я выспалась. Я проснулся в 12.00, и хорошо, что я спала сегодня ночью. Но уснула где-то в 3.00. Но до этого я вам рассказала, что я поспала 4 часа и проснулась неожиданно. Вот. Да, сейчас в 12.00 дня. И я все равно чувствую волнение по поводу своего дня рождения. Так странно и так тупо. Хотя по мелочам осталось, ну, как будто делать. У нас будет... Охуй, да. Вот в студии будет моя бывшая наклассница, которая учится на фотографа. Но она уже заканчивает. И она будет все эти все это время фотографировать. То есть можно будет классно пофотографироваться в локациях. Плюс мы будем снимать ролики, соответственно. Тем временем люди, которые не любят сниматься. Что будут делать они? Хороший вопрос. Мне нужно будет запариться по поводу еды. Заказать еду. Вот. Шары почти заказаны. Торт вроде идеи придумала. Тоже веду диалог по торту. Еще купить стразы для микрофона. Потому что мой микрофон в очень плохом состоянии. Хочу его заклеить. Что-то еще купить я себе записывала. А, свечи на торт. Да, красивые, идеальные, чтобы они были. Вот. Еще я поняла, что как бы я хочу делать какой-то контент 20 апреля. Вот. Но я не знаю какой. То, что мне нужно будет делать какой-нибудь контент, чтобы хотя бы в начале дня выложить. И я не знаю какой. Короче, я в этом году такая ленивая. Взяла просто афишу про день рождения с прошлого года. В прошлом году я ее фотошопила. Там приделывала торт. Выбирала фотку и так далее. В этом году я просто взяла, короче, ту же самую, которую я в прошлом году так трепетно редактировала. И просто ее выложила ко всем анонсам про фан-встречу. Не помню, рассказывала вам или нет, но у меня опять трабл с ногтем. Ну вот, говорит, что он тут вскрылся посерединке. На улице прям весна, друзья. Я сейчас вот просто минут 12. Сейчас полвторого. Я иду в ресторан, чтобы покушать на обед. Потому что я еще не хочу готовить. Я хочу просто пойти вкусно поесть. Сегодня должно быть вкусно не по этому. Даже на удивление, если мне ветер сохнет. Этот мой любимый стол оба себе общежел. Но сегодня я думаю, что я ненадолго сюда пришла, поэтому я вот тут. Как обычно, я голосую длинник самопрограммирования и буду писать. Сегодняшний полудок, что я жестко чувствую. На самом деле, я сначала была очень расстроена. День рождения, то, что моя изначальная идея не сбудется. Но сейчас я все равно рада, потому что, ну, я, типа, реально, у меня никакого сожаления, что получилось как-то не так, как получается сейчас. Сейчас все прекрасно тоже. Все так, как должно быть все самым лучшим образом. Вот как я могу сейчас сделать, так я и организовываю, так у меня и получается. Так что я очень рада, я очень в предвкушении, и день рождения с Вовой, и день рождения с Вовой, и день рождения с подписчиками, и все это очень жду. Здесь просто идеальная музыка на фоне. Вообще, просто так усилеть, писать в эту музыку. Прям для видео бы, где музыка подошла. Но она, скорее всего, с авторскими травами, хотя я не знаю. Такое самое интересное, что сейчас я беру на этой зоне фоне. Мы с Лерой сегодня идем на китайский. Жизнь и цель, а путь. Нет какой-то цели в изучении китайского. Просто путь. То есть, в изучении китайского языка с классным преподавателем, с классным библиотеком. В этом году у меня будет недвижение, шары за пять тысяч. И я в шоке просто. И, знаете, у меня было как-то такое, что у меня шарики, которые мне подарили, продержались очень мало времени. А было такое, что, ну, часть всего, шары у меня продерживались месяца, то и два. И они как бы... Ну, типа ты на них тратишь кучу денег. Например, на вот эти цифры. А они там стоят два дня. Все как-то быстро. А если они будут долго украшать, то это очень классно. То есть даже смысл тратить на это денег. Мы идем под дождем. Солнце вышло после дождя. Солнце вышло после дождя. Запас холодичный. Куда ждать? А? Чао? 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 Да, ладно, ладно, ладно. Ши. 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 О, очень же. Нет, нет. А я могу это делать. Гон. 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 Где это? Где это? На мою руку сеть. Ой, а Закомую вещь нашел. Чао? Это чаро. Думает просто что делать, да? Кошкой, он работал. Иди сюда. На дверь. Ну что, друзья, с первым днем лета, ура! Мы открыли сезон юбок. Смотрите, какая юбочка. В общем, ребята, там вот дети купаются в речке нашей. Мы случайно зашли в какие-то и меня просто. А, вон, нам туда. Отлично. Все, мы уже выходим отсюда. Добро пожаловать в груз-клорда. Мы в полиглоте. Всем привет. Идем после испанского клуба. Познакомимся опять с иностранцами. Очень много с ними пообщались, поиграли. Все шик, шик, шик. Советую, саморазвитие торты. К счастью, нам было как раз нормально, потому что там... Себя цуешь курить, и ребята все добрые. Ну, типа, в плане от того, что мы не знаем. Мы мало слов знаем на испанском. Чуть не упала. Божественно. Я пропустила. Это же ветер плавает. Ну, вот тебе дно. Все, пошла возня. У людей. Продолжение следует... Продолжение следует...